По версии авторитетного журнала, украинки вошли в десятку самых красивых женщин мира. Ес! Поэтому неудивительно, что только за последние полгода тысяча соотечественниц, да, вышли замуж за иностранцев. Знаете, подожди, извини. Я хотел бы назвать вас только одним словом вот этих вот предательниц. Тем словом, которое рифмуется со словом утки. Но какие сюрпризы приховывает заморский принц? Как понравится итальянский свекрус и кто-то из-за импортных кавалеров, наиболее узнает наша красавица Катя Павлюченко. Події в Украине вплинули навіть на статистику шлюбов. Дедалі больше украинок мріють выйти замуж за кордон. И нацикавище, дедалі больше закордонных нареченок мріють про дружину-укразинку. Приезжают дедушки, но это неправда. В якій країні шукати нареченого? Ему мама подает кофе-марит. А сколько лет по сетям у мамы? 90. Які украинки популярны в Европе? С полуманной геодемой тетя. Та чого варто бояться у шлюбі з иноземцем? Всегда нужно понять, какая у него кредитная история. Потому что при разводе могут на нее повесить его долги. Это Ирина, стоматолог из Днепропетровска. Ей 60. И сьогодні вона вперше в житті виходить замуж. У меня и характер, честно говоря, не самый, мне кажется, лучший. А чего не самый лучший? То есть вы... Ну я могу сплитить. Это не всегда хорошо. Я все життя чекал на Ирину. Вона особлива. Після всего побаченного я остаточно переконалась у хибности стереотипу. В Украине зрелі іноземці шукають виключно молодих наречених. Если говорить о последних браках, то девушка 22 лет вышла замуж за француза 25-летнего. Женщина, которая 41-42, вышла замуж за мужчину, которому около 45 лет. Мы познакомились с женщиной 65-летнего, выходит замуж за итальянского генерала. Бойка! 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 На перший погляд веселье 60-ричных Ирины та Габрелли виглядає, як сутсильна казка. Там, майже у всех лавсторий с иноземцем, є чимало підводных каменев. Итальянские мамы не боятся сказать свое мнение. Мама играет большую роль в выборе спутности жизни для итальянца. Як правильно обрати заморского принца, чоловики яких національностей найбільше підходять українським жінкам? Дивіться прямо зараз. Згідно статистики шлюбних агентств, чи не найбільше українським жінкам підходять американці? Нужно быть готовой к тому, что мечты о сидении дома в Америке, они сложно реализуемы. Девушка, которая домоседка, ей там будет очень сложно. Быть и семейной, но быть и активной, и в карьере, и хобби. Обираючи нареченок по фото, принцы from USA особливую увагу приділяють вашій зачистці. Девочки не делайте фотографии з такой вот чолкой, потому что американцы не будут выбирать. Это у них старомодно. Все важнее, что американцы вивчают зачистки потенційных нареченок, раджу вам вивчити його кредитную историю. Я бы, кстати, предупредила женщин, которые с радостью начинают выходить замуж за американцев. Всегда нужно понять, какая у него кредитная история, потому что при разводе могут на нее повесить его долги. Не втрапить в подобную халепу допоможе виза наречения. То есть виза-невеста американская предполагает, что ты получишь и его счет в банке, и его кредитах, и его поднагодные, и его всех разводов. Максимальная информация. У рейтингу наибольшь заощадливых кавалерів лидируют французы. Самое жадное – это французы. Они такие жлобы, что, в принципе, даже не потратят лишних денег на то, чтобы лишний раз приехать. Для француза шок, что я в ресторане, но нам нужно еще платить. Немцы. Немцы, они очень практичные. Ищут женщину, которая их будет откармливать, обстирывать и, собственно, каким-то образом еще и экономить семейный бюджет. А англичане? Какие у них подводные камни? Они считают деньги. Они привыкли с детства рационализировать свои доходы, расходы записывать. То есть постоянно будут разборки, почему ты с дачи там с хлебом не привезла? Да, да, да. А наши девушки воспринимают это как в упрек себе. Если вам обвиняют скандинавы, запоминайте наступную особенность. Скандинавы так слегка отмороженные. То есть он может, девушка может вернуться уже от него с гостей, приехать, а он ей аж там через неделю позвонит. Ой, как ты долетела? У супереч стереотипу турки любят одночасно багато жінок. Професійні свахи вважают их чи не найкращими нареченными. И плохого мнения о турках, которые толковые, которые бизнесмены, которые на уровне, на хорошем, высоком уровне. Они, во-первых, зарабатывают очень хорошо. Во-вторых, они очень солидные семьяни. То есть у них семья – это прежде всего. Ну а любителям веселого життя раджу звернути увагу на итальянцев. Самые болтливые и самые громкие – это испанцы и итальянцы. Знайомтесь, Тетяна, в минулому киевская журналістка, ныне дружина итальянского бизнесмена с передмістя Милану. У нас уже есть сын, ему больше одного года. Зі своим коханым Таня познайомилась на веселле. Одной моей подруги, она тоже выходила замуж за итальянца. Я не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, потому что мы очень долго не общались и переписывались вот просто так в фейсбуке. А в конце концов как-то переписка завязалась, завязалась, все, он приехал в Киев и все завертелось. Народивши сына итальянца Андреа, Тетяна автоматично отримала посвятку на проживание в Италии, возможность безкоштовно вивчать итальянскую мову, причем даже без официального шлюбу. Конечно же, мне очень бы хотелось найти работу. И это самая большая проблема для наших девушек. Но только после еще большей проблемы. Как понравиться потенциальной свекрусе? В итальянскую семью еще надо уметь вписаться. И сразу же отдать шапку переста свекрови. Мама играет большую роль в выборе спутницы жизни для итальянца. Итальянских мам вкусным борщом не заманишь. Нет. Итальянских мам фальшивыми улыбками тоже никак не привлечешь. Они умные женщины. Нужно показать, что ты действительно любишь вкус этого человека. Итальянские, они зависит от мамы очень долго. И мамы до последнего чистят спину, обувь, стирают одежду, гладят рубашки, все делают. За такую дбайливість итальянские свекрухи залишают за собою право навіть вирішувати, де и коли відпочиватиме коханий сынок с дружиной. Итальянские мамы не боятся сказать свое мнение, что это неправильно ехать с ребенком в Таиланд. Разом и с правом на особито життя у двух потенційным дружинам итальянцев раджу забути про галантність, рису, яку мы так сильно цянуем у человека. Мужчина итальянский никогда не откроет дверь машины для женщины, которая выходит из этой машины. Никогда не возьмет у нее тяжелую сумку или пакет с продуктами. Руку подаешь, руку, цветы. Кабриэл, иди сюда, руку подавай. Манус, манус форми. Все, все. Слышите, Ирина п'ять хвилин як дружина, втім вже звушена нагадувати коханному про такі важливі для Україна дрібниці. Итальянский мужчина даже с трудом цветы подарит. Он стесняется. Вот ему как-то стейно пойти в ларек и купить цветы. Вот представляете? И все мужчины итальянские такие. На то есть итальянцы – идеальная партия для женок, що шукають коханок з прибутком вище середнього. Живлятся состоятельные мужчины. Те, которые не боятся, что второй человек как-то ударит по его кошельку. Мы итальянцы минимум до 45 лет не спешим строить семью. Мы любим независимую жизнь, не любим обязательства и не спешим их брать на себя. Когда мы готовы к свадьбе, нам достаточно шести месяцев, чтобы понять, хотим мы жениться на женщине или нет. Украинок выбираем, потому что они красивые. Они более внимательны в быту. Итальянки предпочитают больше быть вне дома, чем дома. Украинки выбирают и заботятся о семейном очаге. Теперь вы знаете, какими бывают иноземцы, то же вам, напевно, цікаво, где их шукать. Найбільш прогнозоване место – шлюбные агентства. Да, до речи, все послуги для наших леди абсолютно безкоштовные. Або ж можно последовать примеру Ирины – зареєструваться на сайте знайомств. Мы познакомились в социальных сетях. Меня подружка зарегистрировала. Подружка говорит, что у нас такие все повыходили замуж. Что же ты тут отпашешь, как я на плантации? Я в компьютере, честно говоря, как слоника в посудной лаве. Та навіть минимальні навыки в работе с компьютером не завадили Ирине сьогодні сказать так Габриэллю. Как и незнание мови. В випадку Ири – это скорее плюс, чем минус. У меня и характер, честно говоря, не самый, мне кажется, лучший. Через мовный барьер Габриэллю поки не пизнав цей характер в усій красе. Что касается языка, еще лет 10 назад, когда приходила клиентка в брачное агентство, я предлагала сразу же учить язык. Сейчас, я говорю, сначала влюбитесь. А еще не варто бояться говорите про д детей от попередних шлюбов. Если у женщины есть дети, это скорее даже преимущество. И на остаток найголовнейшая порада от квалификованного психолога, яка станет в нагоді у шлюбе и с любым иноземцем. Если женщина выходит замуж за невротика, не важно какой он национальности, она счастлива не будет. Тож Олена радить перед походом Дераксу влаштувати коханому мини-тест на невротизм. Если он попросил завтрак, его сделать, приготовить и уронить. Или положить волос. Мужчина, который владеет собой, как минимум скажет, здесь волос. Или уберет волос, не заметит, пусть даже кушать не будет. Не в ротик. Эту тарелку бросит либо на пол, либо в женщину, либо начнет большой скандал. Желаю счастья всем женщинам, которые будут смотреть передачу. Чтобы у них сложилось, независимо от того, на Украине или вообще во всем мире, пусть люди все будут счастливы.